Через 5-7 лет потребность в электрической энергии вырастет в два раза. Предлагает инновационную технологию получения энергии, не оказывающую вредного воздействия на окружающую среду. Это особенно актуально сегодня, когда запущена госпрограмма по освоению этого северного региона. Большое внимание уделили и выработке энергии в условиях Арктики. Ведь доставка и использование бензина, газа и угля весьма затратны. В той местности используют энергию ветра. Только вот ветряные мельницы падают от сильного ветра. Решение предложили гражданские ученые. Когда мы берем 4 обычных здания или 5 обычных зданий и между ними ставим ветроустановку, то есть мы не только делаем ее очень прочной, но мы еще и способны теперь ускорить воздушный поток. Потому что когда вход больше в 3 раза, чем выход, воздушный поток ускоряется. Следовательно, энергии будет вырабатываться больше. Россия готова сделать шаг в будущее. С такого заявления начали дискуссию эксперты международного форума Технопром. Есть здания аналогов Перевертова в Китае, но у них 10% энергии. Они себя обеспечатают эти здания, а у нас 200%. Новосибирский изобретатель предлагает строить дома, которые будут сами себя обеспечивать электроэнергией. Благодаря огромным встроенным ветрогенераторам. Презентация проекта прошла успешно на форуме Технопром. Мне очень понравилась ваша идея, ваше изобретение. Вы просто молодец человек. Нашли вы рациональные зерна. Очень оригинальное и нужное у вас изобретение. Если проработать, научно обосновать все это дело, она имеет очень-очень большое будущее. Здесь есть дебютная идея. Она очень хорошая. То есть загнать ветряк вовнутрь. То есть в потоке воздуха, который обтекает это здание, и здание сделано соответствующим образом, чтобы ветер, с какой стороны он бы не дон, он бы попадал туда на ветряк. А ветряк сделать уже в виде этого самого вращающего. С помощью этого вращения дальше передавать на машины эти самые, и дальше вырабатывать. То есть неподвижные ветряки, они независимые на каждом ветряке. И подавать туда ветер, и ветер заставляет где-то вращаться. На ваш взгляд, если получится, если все мы докажем, если такое здание будет построено, что это изменит, ну не знаю, в ходе мировой истории по отношению к ветрогенерации? Сказать, ну что изменит? Ну, во-первых, здания сами конструктивно не очень интересны. И я думаю, что это будет украшением любого города. Вы рветесь в новые вещи. Строительный институт, НЭТИ, авиационный факультет, вот этот, аэродинамики, да, ФАУ. Мог бы подхватить эту идею. Я всегда с удовольствием обсуждаю интересные проекты, ребят. Мне они всегда нравятся. Люди творческие мне всегда нравились. Вперед вам, только одно пожелание. Вперед. Спасибо, спасибо. Вперед, воюйте, бейтесь. Не только в арктической зоне, потому что вот эта альтернативная энергетика, это дело будущего. Ваша система, она легко будет работать и при слабых ветрах скоростью менее 5 метров в секунду. Поэтому за этим будущее. В Арктику мы пришли всерьез и навсегда. Поэтому вот эти вопросы автономного жилья не обеспечены. Они очень важны. Сотрудничать, потому что Арктику широко осваивают и воздушно-десантные войска. Поэтому будем дружить. Руководители компании «Сибирь» патент. И зачем патентовать это изделие, эту разработку в России, если, в общем, скорее всего, применяться оно будет где-то за границей. Часть его инвесторов, часть его партнеров находится здесь, на территории Российской Федерации. Поэтому, в принципе, патент в России нам абсолютно не лишен. Планы у Дениса достаточно большие и смотрят далеко в будущее. И поэтому на сегодняшний момент уже поданы международные заявки. То есть соблюдение вот этого 12-месячного срока. И параллельно, по сути, идут работы и патентования в России, и патентования за рубежом. Друг другу они не мешают? Абсолютно нет. Фильм «Небоскреб». И в этом фильме представлено здание с ветроэлектроустановкой. Почему же Денису Тяглину достается возможность реализовывать вот этот проект, когда о чем-то подобном уже даже фильм сняли? Очень важный момент. Если вы посмотрите дату выхода в свет этого фильма, это, собственно, совсем недавно произошло, это 18-й год. Мы сошлись на мнении, что, видимо, Денис участвовал как-то в этом фильме. Как консультант. Консультант, да. Либо что-то еще. Потому что приоритет патента, собственно, Дениса Тяглина, это 2016 год. Роспатент, проверяя, да, осуществляя, собственно, проводя международный мировой поиск по различным базам данных и по, в том числе, и по открытым публикациям, он установил новизну. Сегодня у нас есть документ, собственно, выдан патент. И не нашел аналогичных решений, поэтому, в принципе, у нас нет оснований полагать, что где-то это было раскрыто. Если мы посмотрим патенты Дениса, то, если честно, объем прав поражает. В целом, если мы прочитаем формулу, то формула патента, по сути, защищает расположение ветроэлектростанции между тремя зданиями, соответственно, закрепленным на какой-то там раме. То есть, ну, по сути, жесткой конструкции. То есть, по большому счету, защищена идея. Мне кажется, обойти это крайне сложно. То есть, понятно, что это запатентованная идея, и дальше у Дениса в планах прорабатывать эту идею, и уже, возможно, мы будем получать патенты на какие-то узлы, блоки конкретные. Я знаю, что у Роспатента есть некий список перспективных изобретений. Как туда попасть и имеет ли шансы, допустим, вот этот проект находиться в этом списке? Я почти уверена, что именно вот такого рода решения и в данных реестрах, и публикуются. Мое мнение, что вещь, как говорится, перспективная, только, как говорится, может быть либо очень перспективная, в далекой перспективе, либо это уже в ближайшее время светлое будущее может наступить. Вопрос в том, насколько, как говорится, хватит углеводородных ресурсов, которые мы сейчас пользуемся страшной силой, и не задумываемся о таких источниках электричества, как ветер, практически не задумываемся. Ну, гидроэнергетика, она у нас востребована довольно основательно, ну и другие виды возобновляемых источников. Мощность ветроэлектрических станций пока невелика. Им нужен сильный, постоянный воздушный поток. Да и то приходится все время, так сказать, держать нос по ветру. Так было до тех пор, пока ученые не нашли совершенно новый принцип работы ветряков. Оказывается, ось вращения должна быть не горизонтальной, как раньше, а вертикальной. И вместо лопастей крылья особой формы. Вот, например, конструкция, напоминающая скорее карусель, чем воздушный винт. Проведем простой опыт. Включаем вентилятор. Два обычных ветряка крутятся, два стоят. Карусель работает. Ветер переменился, ветряки поменялись ролями, а карусель работает. При любом изменении ветра она вращается быстрее обычного винта и всегда в одну сторону. Ветроэнергетика получила новые мощные крылья, в самом прямом смысле этого слова. И кажется, что не надо сжигать топливо, не надо перегораживать плотинами реки. В нашей стране немало мест, где почти не бывает безветренной погоды. Пусть эти смелые проекты выглядят сегодня фантастикой. Они помогают нам увидеть черты энергетики будущего. Обладатели премии Ленинского комсомола, обладатели премии Госпремии Советского Союза. Россия. Россия уже, да? Уже Россия. В ближайшее время, я очень надеюсь, что Владимира Петровича сделают народным архитектором. То есть признают то, что мы-то уже бесконечное количество лет знаем хорошо. Сегодня темой нашей встречи будет вот этот вот макет энергогенерирующего здания Дениса Тяглина. Все так и должно случиться. Мнение именитых, маститых людей о том, в каком направлении лучше всего инноватору двигаться. И по поводу чего вас, не знаю, может быть распирает гордость от того, что молодые ребята придумывают что-то новенькое, свеженькое. Я думаю, что у нас вполне этот проект может быть реализован. Мне кажется, что, конечно, нужно как можно быстрее, потому что это очень востребовано. Я очень надеюсь, что и подобное здание окажется в числе заказов в вашей мастерской. О, это было прекрасно. Использовать все новые технологии будущего. Даже те, которых мы сейчас не знаем, можем и не догадываться. Но это поколение будущего, вы должны их придумать и реализовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok